Сегодня в Оренбургском областном суде начался громкий судебный процесс. На скамье подсудимых обвиняемые в убийстве полицейского Евгения Никулина. Все произошло 6 октября прошлого года. Оперативник был смертельно ранен при попытке задержать автоугонщика. Следствие длилось больше полугода. И вот, наконец, стали известны новые подробности в деле. Из зала суда. Репортаж Александра Ифанова. В громком деле убийстве оперативника Евгения Никулина тронулся лед. Спустя полгода после преступления начались судебные слушания. Процесс оказался закрытым. Нам удалось запечатлеть только момент, когда подсудимых заводили в зал заседания. На скамье трое. Игорь Макаров, Николай Бышкин и Альберт Арзуманян. Обвинение поддерживает лично прокурор области Сергей Бережицкий. История убийства полицейского Евгения Никулина встревожила все Оренбуржье. Оперативник вместе с напарником пытался поймать угонщиков дорогого авто. По версии следствия, он настиг главного фигуранта Игоря Макарова. Преступник со стажем понял. Его застали врасплох. И живым из этой схватки сможет выйти только один. Сначала в ход пошли кулаки и пинки. А после Макаров достал нож, нанес оперативнику три удара и скрылся. В Оренбурге был объявлен план перехват. Следователи по крупицам собирали улики. Вскоре удалось содержать причастного к угону Николая Бышкина. А чуть позже с явкой с повинной пришел и Игорь Макаров, сопроводив свое признание видеообращением в сети. Последним сдался и Альберт Арзуманян, который укрывал Макарова после преступления. В отличие от других фигурантов, Арзуманян охотно соглашался общаться с прессой и даже рассказал, почему дольше других находился в бегах. Вы явились только, можно сказать, через неделю. Да, почему раньше? Вас объявили раньше. Самому-то побоялся. Чего боялись? Ну это сейчас так вам легко говорить, чего вы боялись. Просто на тот момент, может, и глубоко так и не подумал, как бы, потом собрался мыслями и пришел, как бы, рассказал. Сначала все трое подозреваемых были взяты под стражу, но после Бышкину и Арзуманяну заменили меру пресечения на домашний арест. Дожидаться приговора в СИЗО оставили только Макарова. По делу проходил еще один подозреваемый, Александр Дворник. В обвинительном заключении, зачитанном Сергеем Бережицким, сегодня это имя не фигурировало. Как стало известно, до сих пор он находится в розыске. Несмотря на красноречивое признание в видеообращении, на заседании Макаров своей вины не признал. Судебные разбирательства только начинаются, и они наверняка еще могут получить неожиданный поворот. Александр Ефанов, Константин Воробьев. Наше время. Спасибо. Спасибо. Спасибо.